Приветствую вас. Я вижу, что молодой человек, вы достаточно осознательный, я вижу, что вы молодой человек достаточно серьезный, вот, и я думаю, я надеюсь, что вам будет достаточно легко понять, что вашу маму не изменить, что ваша мама в какой-то степени ревнует, в какой-то степени боится за вас. Боится за то, что вы, ну, вот, вступаете в взрослую жизнь, да, с такими достаточно, ну, достаточно быстрыми шагами, достаточно стремительно, вот, возможно, она оказалась не готова, потому что вы так быстро повзрослели. И пытается вас уберечь. Но бороться с этим, значит, давать маме повод действительно верить в то, что она права, потому что будет встречать сопротивление. Сопротивление, это то, что хочется подавить. Если вы уверены в своей позиции, если вы уверены в своих действиях, если вы уверены в своих чувствах к девушке, то вам не нужно бороться. Нужно, скорее, не просто не обращать внимания на то, что говорит ваша мама и делать по-своему, но при этом очень важно, чтобы вы донесли до мамы свою позицию и очень важно, чтобы вы посмотрели, задевает ли вас позиция мамы. То есть, обижает ли она вам, неприятна ли она вам и так далее. Вот. Если раньше так получалось, что вы много времени проводили со своими родителями, со своей мамой, то это, конечно, не есть хорошо. И почему это так вы можете видеть? Требует какое-то время, чтобы мама от вас отвыкла, научилась жить самостоятельно. Вот. И вы можете облегчить ей путь к этому через, ну, такую, знаете, как бы так сказать. Через, ну, такую, адекватную позицию, через независимость свою, да, через демонстрацию маме уверенности, такой холодной, спокойной. Вот. Примерно так, я думаю, можно сделать. То есть, бороться ни с чем не надо. Если и бороться, то, как бы, направить эту энергию в русло исследования негатива от реакции мамы. Вот и все. Ну, и, как правило, как правило, да, матери, они действительно негативно относятся к девушкам своих сыновей, потому что, ну, действительно ревности есть. Вот. То есть, по факту, вам нужно что делать? Вам нужно просто делать так, как вы хотите. Вот. Не обращая внимания на маму, не обращая внимания на то, что она говорит. Вот. Захотели, остаться у девушки, наверное, просто остались. Пусть пишет, говорит, делает, что хочет. Вот. В принципе, и все. И со временем, ваша мама научится с вами считаться. Только не нужно ругаться, не нужно агрызаться, нужно спокойно, ласково своей маме донести, как все будет. И со временем она просто смирится. А будете бороться и сопротивляться, она будет уверена, что права, она будет уверена, что вы защищаетесь. Вот. А защищается тот, кто не прав, к сожалению. Вот. Примерно так. То есть, еще раз. Мама вам не извините. Если вам некомфортно, если вам тревожно, если вам обидно, то от того, как ведет себя мама, с этим можно поработать. Вот. Повызть уверенность, если вам оценку со страками поработать. Вот. И просто продвигайте свою позицию. Спокойно, воднокровно, неприступно и неумолимо. И все у вас будет хорошо. Я думаю, что вы большие молодецы. Я желаю вам удачи. Всего доброго. Надеюсь, что ситуация разрешится для вас самым лучшим образом.